Приветствую вас и надеюсь, что вам такой формат понравится, он удобен тем, что можно более подробно, без привязки к тексту формировать мысль и объяснить вам какие-то вещи. В частности, для восприятия это лучше тем, что создает текст как будто бы живого общения. Итак, вы пишете, что мужчина, значит, вас уволил, поступил по отношению к вам пользу, и вы спрашиваете, собственно говоря, значит, что это мисс, или действительно, потому что вы не опытный врач. Правда в том, что реакция человека после того, как он вас уволил, реакция в виде фраз, где он просит вас упростить его, где он надеется на дружбу, по сути подтверждает то, что он сделал это из личных побеждений, то есть он не смог принять отказ, который вы ему, по сути, выразили. И он понимал и понимает, что работать с вами вместе, он не сможет, потому что вы как бы будете напоминать ему о том, что он потерпел поражение с вами. И для него это будет постоянным напоминанием о его неудаче. То, в свою очередь, будет больно бить по гордости, будет мешать почувствовать себя полноценным мужчиной, мешать расслабиться, ощущать гармонию и так далее. И именно поэтому он и от вас избавился. Но когда он это сделал, видимо, все-таки у человека сохранилось какое-то подобие человечности, потому что он испытывал угрессение совести. И он вам, именно основываясь на этом, предложил эту дружбу. И хотя понятно, что само по себе это предложение является оскорбительным в рамках его поступка, но тем не менее, то есть он сделал это именно лично, потому что любой грамотный руководитель понимает, что сотрудник, если он новый, если он неопытный, нуждается в практике, в опыте. И естественно, что поначалу у него возникают ошибки. Гравотный руководитель это понимает. И за подобное увольнять вас, ну, никто бы не стал. Мужчина искал предлог, он его нашел. Относиться к этому нужно философски. Понимать это так, что человек, он слабый, то есть сильный мужчина понял бы, что отказ есть отказ, и это ваше право, вы ничего не должны ему. Но, поскольку мужчина думает исключительно о себе, о своих интересах, то вам в любом случае было бы тяжело с ним работать, потому что, так или иначе, его интересы были бы важнее, чем ваши, и вы в любом случае чувствовали бы себя ущемленной, чувствовали бы себя под давлением, и это мешало бы вам нормально заточиться. То есть, мужчина относился к вам недостаточно уважительно для того, чтобы принимать во внимание факт неприятия вами какого-то аспекта личных отношений. То есть, для него, допустим, приемлемо видеть вас в качестве любовницы, вам нет. И если бы он вас уважал, если бы он вами дорожил, если бы он относился к вам искренне с симпатией, а не преследовал целью вас использовать, то ничего бы этого не было. Попытка, конечно, не пытка, но ваш выбор, в конце концов, дабы мужчине понять, что, ну, не хотите, это свободное воле и изъявление лично в данном случае ваш. И его предложение дружбы звучит, как последняя, последняя попытка сохранить с вами какую-то связь, чтобы в будущем, может быть, вновь иметь возможность с вами сблизиться. По сути дела, этому человеку нельзя доверять, если вы хотите с ним сблизиться, если вы думаете, что ему отсказать, что ему ответить, то лучше не отвечать вообще ничего. Сделайте вид, что вам все равно, что вас не волнует он и то, что он говорит. И это проявите безразличие. Потому что такой мужчина не достоин того, чтобы вы из-за него переживали. И в будущем, в обязательном порядке, старайтесь, старайтесь не вступать в какие-то личные отношения с мужчинами. То есть, я понимаю, что вы здесь ничего плохого не сделали. Я понимаю, что вы не давали ему надеды. Но по какой-то причине мужчина увидел, что увидел надеду. Он хотел увидеть, то он увидел. И если такая ситуация повторится, то нужно просто быть морально готовым к тому, что мужчина не примет ваш отказ. Он, если занимает должность более высокой, чем вы, и по сути дела считает, что вы находитесь в его власти. Потому что властность, скупаясь с эгоизмом, это раздает то самое, что вам предстоит пережить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вам понравился такой формат общения. Желаю.